Здравствуйте! Это новости в студии Евгения Нифанова. Сегодня в Омске. Сквер вместо пустыря. Мы с тобой здесь будем гулять. Где появится аллея дружбы народов. Праздник на весь микрорайон. Заказали 200 булочек. Ведрами чай скипятили. Как в Омске отметили масленицу. Вице-чемпион Олимпиады болеет за амичей. Здоровье это все, это жизнь. Кто победил в финале городской спартакиады. А также выбираем гаджет подарки и примеряем шубы со скидкой. Амичи могут выразить гражданскую позицию и поддержать мирное население Украины и ее легитимную власть. Партия ЛДПР объявила о наборе добровольцев, которые в ближайшее время могут быть отправлены в эту страну. При формировании отрядов, а оно будет происходить в Москве, обязательно учтется пожелание добровольцев, в каком городе хотели бы они оказать помощь русскоязычному населению. Сейчас все заявки о желающих помочь украинскому народу принимаются в приемной депутата Государственной Думы от ЛДПР Яна Зелинского. По адресу проспект Мира 1А, кабинет 203. Народный избранник рассказал нам по телефону о критериях отбора. Обязательно опрашиваем человека, то есть спрашиваем, определяем адекватно, чтобы человек не страдал с какими-то психическими заболеваниями, страшно целью его, для чего он хочет и так далее. То есть от 21 года до 50 лет, чтобы нормальной внешности было, физической подготовки достаточно было. То есть телефон оставляется, контактные данные, финансовые составляют, берем на себя, то есть проезда Москвы сначала, аформируется группа. Безусловно, да, патрулируют на улице, возможно, взгляды на вокзалы, какие-то площади, административные здания, аэропорта, вот то, что находится непосредственно в городах. Готовы ли вы оказать добровольческую помощь и как относитесь к событиям на Украине? С этими вопросами моя коллега Марина Бугрова обратилась к горожанам. Поддерживаю мирное население, но лично я, к сожалению, не могу в этом участвовать, ну по ряду семейных причин. Ой, я, честно сказать, не знаю, даже не могу ничего сказать. Вы знаете, у меня на Украине брат, значит, в Харькове живут родственники, в Донецке, Мукачево, ну, в Крыму, правда, никого нет. Ну, очень обидно. Вы знаете, мы вчера разговаривали как раз по скайпу, сказали, что, в общем-то, то, что там вот это вот показывают по телевидению, это не соответствует действительности по нашему. Это просто-напросто, ну, розыгрыш какой-то, понимаете, идет провокация, а вот то, что в Крыму, это на самом деле очень серьезно. За русских, конечно, я бы отправился защищать, но не сам лично, я бы отправил туда специально обученных людей. То есть я согласен с Путиным, что он отправляет туда военные силы и Советом Федерации. Это справедливо, я считаю. Сами бы не отправились. У меня военный билет по здоровью не положено. Очень переживаем, хотим, чтобы все наладилось, хотим мира и хотим, чтобы Крым к нам вернулся в Россию. Ну, если будут оплачиваться все это поездки и как бы с работы будут отпускать, то почему нет? Впрочем, среди жителей нашей страны есть ярые поклонники новой украинской власти. Среди них журналист и фотограф Виктория Ивлева, а ее деятельности известно далеко за пределами нашей страны. Работы журналистки выходили в таких изданиях, как «Огонек», «Нью-Йорк Таймс», «Английском Гарден» и других авторитетных мировых изданиях. Она приехала в Омск на семинар по фотоискусству. Однако в итоге около двух часов рассказывала о проблемах детских домов и законе Димы Яковлева. Мальчики, которые трагически погиб в американской семье, после чего депутаты Госдумы запретили гражданам США усыновлять детей из России. В интервью нашему корреспонденту известная журналистка и борец за права человека высказала свое отношение к тому, что сейчас происходит на Украине. Я целиком и полностью поддерживаю Майдан. Я считаю, что украинцы молодцы. Я им завидую бесконечно. Я провела бессонные ночи у украинских источников информации, общаясь с моими друзьями в Киеве, которые выходили на Майдан. Я думаю, что просто слава Украине. Слава Украине. Дружбе народов будет посвящен сквер в центре города. Он появится неподалеку от Дворца искусств Сибиряк уже в этом году. Как воспринимают идею городских властей жители и что сейчас представляет собой это место в репортаже Нелли Барбара и Сергея Гаврилова. Старуху это самое. Беда с вами. Антонина Калмогорова живет в этом районе уже 50 лет. Мы встретили ее неподалеку от того места, которое в скором будущем каждый амич будет называть аллеей дружбы народов. С трудом убедив пенсионерку поделиться с нами своими соображениями на этот счет, женщина начинает предаваться ностальгии и будто открывает перед нами дверь в светлое прошлое. Дерритория была, знаете, какая красивая. Я жила вот рядом дом, в 72-м доме. Здесь была та самая танцплощадка была, и кинотеатр был, и буфет был здесь, и аллеи клумбы. Тут при заглядении было, сейчас даже выйти здесь невозможно. Действительно, пока это место вряд ли хоть как-то можно охарактеризовать. Разбитые дорожки, неухоженные деревья и кусты. Как получилось так, что за несколько десятилетий культурный оазис и центр притяжения местных жителей, о котором говорила пенсионерка, превратился вот в это, непонятно. Да и представить себе такое сегодня уже сложно, не правда ли? Гораздо привычнее сегодня разрисованные гаражи, соседствующие с парком питейные заведения, гостиницы сомнительной репутации и новостройка, за высоким забором которой можно увидеть что-то отдаленно напоминающее рассказ пенсионерки. Но эти блага сегодня только для избранных. Здесь вот все отгородились, все люди так богатые. У них там шикобреска, у нас-то видите как, еще не пускают туда наши дети, внуки, правнуки, и мы погулять негде. Но как и все хорошее, плохое тоже когда-нибудь заканчивается. И в этом случае благодаря инициативам национальных объединений Омска. Сейчас готовится эскизный проект «Современная аллея дружбы народов». Мы ходим гулять на зеленый остров, это самое ближайшее, потому что так больше, к сожалению, особо негде. Если здесь будет все и дальше устраиваться, то мы с удовольствием здесь будем гулять. В этом году здесь планируют выложить тротуарную плитку, оборудовать освещение, установить скамейки и малые архитектурные формы. Здесь уже можно увидеть детскую площадку. Вообще же предложений много и пока будущий образ этого сквера до конца не ясен. И в этом случае возникает резонный вопрос, а не превратится ли этот проект, конечно, не без помощи вездесущих так называемых общественников, в фарс. Ведь все мы помним недавние события вокруг Омской крепости. Если мы назвали сквером дружбы народов, мы выслушали мнения всех национальных наших организаций, объединений, которые действуют на территории города Омска. У нас с ними сложились достаточно конструктивные отношения. И в принципе мы будем выносить на суд зрителей не для того, чтобы критиковали как-то, да, на понимание. Пока сложно представить в себе, что рядом с этим местом в окружении расписанных гаражей и мусора скоро появится благоустроенная аллея. Аллея дружбы народов. Нам остается надеяться, что все задуманное сбудется. На Эльбурбар Сергей Гаврилов, Антенна 7. Сегодня стали известны результаты прошедших накануне выборов глав трех сельских районов Омской области. Как сообщили в обл. избиркоме, по предварительным данным, в Калачинском победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Фридрих Мецлер. Он набрал почти 55% голосов с серьезным отрывом, опередив пенсионерку Валентину Суслову. В Шурбакульском районе после подсчета бюллетеней лидирует другой единоросс Александр Малаканов. За него проголосовали 50% избирателей. А вот в Черлакском районе выдвинутая партией власти Елена Бауман, последние месяцы исполнявшая обязанности главы, набрала 43% голосов и проиграла самовидвиженцу Евгению Арефьеву, у которого на 6% больше. Окончательные результаты станут известны в течение ближайших часов. А в Омске популярными выходные были спортивные развлечения. Эстафеты, мини-футбол, состязания в силе и ловкости. Это активисты общественного движения «Новый город» в этом году объединили несколько зимных соревнований в одно большое. Зимние забавы. Новая идея пришлась и мячам по вкусу. В праздничных стартах приняли участие более тысячи жителей города и области. Огонь спортивного праздника зажгли под гимн России. Разминка под спортивные марши, приветствие организаторов праздника – старт. Первыми в задорных эстафетах состязались ребята из общеобразовательной школы номер 97. Мне очень нравится. Это не высказать словами. Это классно. Большие победы начинаются вот здесь, в школе. И я занимаюсь хокеем. И здесь я показываю, какой я быстрый и ловкий. Спортивную эстафету подхватили футболисты. Мяч в игру, быстрый розыгрыш и удар по воротам. Ребята в фиолетовых манишках приехали на футбольный турнир из Одесского района. Узнали о соревнованиях нового города из телевизионных новостей. Решили сыграть. Получилось. Новички турнира завоевали бронзовые медали. Мы первый раз на этом турнире. Вон у нас даже этот турнир как бы превзошел. Играем с удовольствием, забиваем. В перерывах между стартами чай с булочками. Подготовка к решающим баталиям. В них, как всегда, ребята бились и за себя, и за команду. До конца игроком. Здорово, что когда мы видим столько людей, ребятишек и взрослых, которые занимаются спортом. Спасибо общественному движению «Новый город», который вот такой праздник здоровья организовывает. Достаточно популярное мероприятие. Причем, я еще раз должен сказать, что оно не охвачено никаким административным ресурсом. Это люди сами тянутся к физкультуре, к спорту. С удовольствием участвуют в мероприятиях, которые мы проводим. И мы их, конечно, поощряем. Побеждали сильнейшие, а отличные призы достались всем участникам соревнований. Владимир Стомин, Андрей Кузьмин, Антенна-7. Масленицу отмечали во всех уголках города. Праздник для себя устроили и жители нефтяников. Они по-соседски отметили этот праздник. Напекли блинов, приготовили чай, вышли водить хороводы и участвовать в конкурсах. Как все прошло, знают Светлана Урванцева и Андрей Кузьмин. Дети провожают зиму, как умеют. Играют в снежки. Взрослые в это время готовят чай. На поить и накормить сегодня не намерены всю округу. Наши старшие по домам испекли очень много блинов, около тысячи блинов. Заказали 200 булочек, ведрами чай скипятили. Но неделю назад у нас тоже был праздник. И мы тоже начинали масленицу, в первый день масленицы, на улице Волково. И теперь мы решили, что будем ходить по микрорайону в каждый двор, где нас позовут. Силы, берегу, бой, сильнее, сильнее. Опа! Масленица – это конкурсы и веселье. Мальчишки и девчонки кидают валенки. Кто дальше? Всежелающие пробегают под веревками и водят хороводы. Мы участвуем в конкурсах, потому что пришли сюда, мы живем в этом доме, нам очень интересно. Потому что это очень хороший праздник проведения зимы. Весело, музыка, детям очень нравится праздник, нравятся конкурсы. Блины, булочки, плюшки, баранки. Некоторые жители сделали себе даже масленичные украшения. А зрение это не дали. Булочки. Булочками. Угощайтесь булочками. Булочками и блинами угощались все, причем в неограниченном количестве. Чай пили? Да. Блины ели? Да. Много? Один. Один. А что так мало? Они только подошли. На верстале упущенная Катя и Соня очень быстро. Праздник шел целый день. Светлана Урванцева, Андрей Кузьмин, Антенна-7. Континент тоже отмечает наступление весны. В минувшие выходные торговый центр подготовил для мечей двухдневные масленичные гуляния. Хозяюшка в дому, так а ладышко приют. Где блины, там и мы. Танцы, песни и веселье. Весна пришла. Главное действие разворачивается на сцене. Ведущие предлагают поучаствовать в конкурсах и заработать призы от континента. Билеты в кино, боулинг и другие развлечения от торгового центра. Что такое вообще масленица, ты знаешь? Это такое блины. Это блины такие, думаешь? Да. Сразу видно, Кирилл в конкурсах не участвовал. Да и зачем, сказал бы он, знать, что такое масленица, когда здесь столько развлечений? Чего только стоит 10-метровая горка. Для тех, кто постарше, и для родителей развлечения другие, гастрономические. Помимо шашлыков, всем участникам торжества абсолютно бесплатно раздавали блины. Мы так довольны, что сегодня такая прекрасная, замечательная погода. Солнышко, масленица, люди радуются. Хороших таких праздников побольше. Очень хорошо, весело, музыка, горки работают. Вон даже масленица стоит, наверное, скоро будем поджигать. В мероприятии континента в эти выходные поучаствовали тысячи амичей. Без сомнений, признаются организаторы, несмотря на жертвы, видеосожженного чучела масленицы. Встреча весны прошла на ура. Впереди новые сюрпризы для посетителей торгового центра. К 8 марта уже готовится акция «Комплимент от континента», участвуя в которой каждый покупатель может получить весенние подарки. На Эльбурбар, Александр Филиппов, Антенна-7. Когда, если не в конце зимнего сезона, покупать шубу? Знающие люди говорят, это может быть очень выгодной покупкой. В экспоцентре как раз открывается выставка меховых изделий «Канада Фурс» 5000 моделей. Что выбрать, знает Денис Вонов. Красоваться перед зеркалом и примерять шубы на выставке продажи можно бесконечно. Норка, мутон, овчина, тоскана, стриженные, укороченные, темные и светлые. Причем даже если покупать шубу в конце сезона, ее фасон останется модным и следующей зимой. Таковы законы меховой моды. У нас представлено более 5000 изделий из меха и кожи. Дубленки, шубки. Размеры от 38 до 64. Все изделия у нас можно оформить в кредит. Есть безналичный расчет. Выставка меховых изделий «Канада Фурс» начнет работу 5 марта в экспоцентре. Денис Ионос, «Антенна-7». Омский «Авангард» впервые в своей истории не попал в плей-офф. Это стало известно после поражения омской команды в Мытищах от «Атланда» со счетом 0-2. Уже после этого поражения команда «Милошаржиги» потерпела еще одну неудачу в Ярославле, проиграв «Локомотиву» 1-4. Завершающий матч регулярного чемпионата «Амичи» сыграют завтра в Череповце, а затем «Авангард», начиная с 11 марта, ждет участия в утешительном Кубке Надежды. Омские «Ежеястребы» нацелены на хит-трик. Наша молодежная команда отправилась в путь за третьим подряд по счету Кубком Харламова в стартовом матче 1-16 финала. «Ястребы» обыграли Пермский «Молот» 2-1 благодаря голам Фищенко и Орефьева. Среди 3,5 тысяч зрителей, которые присутствовали на игре, был известный детский и молодежный тренер Игорь Семенов. В свое время он воспитал Черепанова и Аверина, а сейчас в омской команде играет его внук Кирилл. «Получается так, опять молодежная команда должна нам всем поднимать настроение после того, как главное, честно говоря, не порадовало. Да, сейчас одна команда у нас, ну, это молодежная команда, и все надежды сейчас возлагаем на молодое поколение подрастающее. Поэтому с надеждой и зритель приходит, я думаю, с каждой игрой будет больше на площадке, если мы будем подниматься выше и выше». Яна Романова, серебряный призер Олимпиады в Сочи, поддержала участников финальных стартов 13-й городской спартакиады «Спортивный город». В зимней части соревнований стартовало рекордное количество мячей – более 20 тысяч. Лучшие состязались на спортивных площадках поселка Входной. Подробности у Владимира Истомина и Андрея Кузьмина. Полторы тысячи физкультурников и две сотни юных самодеятельных артистов. По красочности нынешний финал также превзошел все предыдущие. Обновленные трибуны стадиона собрали аншлаг. Хорошего настроения и спортивных побед о мячам пожелал мэр города Вячеслав Двораковский. Желаю всем удачных стартов, красивых побед, здоровья и успеха. И помните, спортивный город, здоровый город, спортивный город, умный город, спортивный город, добрый город. Огонь спартакиады зажег знаменитый омский тяжелоатлет Владимир Смарчков. Спортивный хит соревнований – финал состязаний по перетягиванию каната. Две шестерки богатырей из «Ктосов Кировец-2» и «Центральный-8» сразу завоевали симпатии собравшихся силой, удалью, смекалкой. Канат натянулся, как струна. По движениям равенства, по силе, победу перетянули на свою сторону физкультурники Кировского округа. Самое главное качество – это командная мужественность. Поэтому спасибо всем ребятам, которые проявили себя, показали, что настоящие мужики и богатыри. Поэтому мы сегодня победили. Биатлонистка Яна Романова поблагодарила новых участников спартакиады. В финале спортивного города впервые прошли старты для дошкалят и учащихся младших классов. Призы получили все соревновавшиеся команды. Я вижу здесь очень много ребятишек. И понятно, что полюбив спорт сейчас в таком возрасте, это говорит о том, что мы будем иметь здоровых амичей, здоровых россиян. А здоровье – это все, это жизнь. Владимир Стомин, Андрей Кузьмин, Антенна СИИ. Компьютерные вирусы, как нам известно, перемещаются от компьютера к компьютеру по интернету или через съемные носители. А вот специалисты из Ливерпульского университета продемонстрировали вирус, который может перемещаться по воздуху через Wi-Fi – точки доступа. О полезных и неопасных гаджетах далее в рубрике «Ай-гаджеты». Привет, это «Ай-гаджеты», спонсор рубрики «ОАО Мегафон» представляет планшет по цене смартфона. Правда, правда, я не шучу. Когда видишь в салоне-магазине такой слоган, волей-неволей хочется подойти, посмотреть и пощупать, что называется. И когда это оказывается правдой, как бальзам на душу, особенно в преддверии 8 марта. В чем подвох, спросите вы? Не знаю. Давайте разбираться. В планшете установлен 7-дюймовый дисплей с разрешением 1024 на 600 точек. До Full HD не дотягивает, но это не бросается в глаза. Все довольно хорошо, и можно спокойно работать с сайтами и даже смотреть видео или просматривать фото. Процессор здесь двухъядерный Qualcomm с тактовой частотой 1 ГГц. Использование этого чипсета обусловлено наличием 3G-модуля и желанием оператора добиться его качественной работы. Эта мелочь делает его чуточку производительнее, быстрее. Заодно и гарантирует лучшую работу 3G по сравнению с другими недорогими устройствами. Оперативной памяти внутри 512 мегабайтов. Обычная батарея 3000 мАч, но за счет использования чипсета от Qualcomm это один из самых энергоэффективных бюджетных планшетов. При примерно 20 минутах звонков, около 2,5 часов в сети и полутора часах просмотра фильма плюс час других активностей, планшет работает до вечера с раннего утра. В скромном режиме чтения почты, переписки в скайп и тому подобного, время работы резко увеличивается. Это 4-5 дней. Что еще можно выделить из плюсов? Благодаря небольшим размерам его можно использовать как навигатор. Здесь есть GPS, также можно слушать радио, а еще через небольшой переходник можно подключать клавиатуры, мышки и флешки. Да, чуть не забыл, с помощью этого планшета можно совершать звонки. И на этом у меня все, айгаджеты ГИД по отличным и недорогим подаркам к 8 марта. До встречи. И на сегодня это все. До свидания. Спортивный комплекс «Ермак». Бассейн, сауны, спортзал. Мы работаем для того, чтобы вы хорошо отдыхали. Улица Чапаева, 71А. Круглосуточно. Телефон 94-82-85. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова